А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал ThePhilMax. На его канале ты также сможешь найти прохождение различных игр, таких как GTA 5, Dying Light, игра в Minecraft, Hardcore с модами и многое другое. Если заинтересовался, то ссылочка в описании, попрошу еще раз зайти и подписаться. И всем приятного просмотра! Здравствуйте всем, друзьяшки! С вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Minecraft, смотрим Pixelmon. Добро пожаловать в нашу очередную серию в нашем замечательном мире, где мы не скажу, что выживаем, а просто ищем новых покемонов. Ребята, что нам предстоит сделать в этой серии? Я просто с таким удивлением сейчас сижу. У меня какая-то охрененно далекая прорисовка. Я играю с веб-камерой и у меня не лагает. Ребята, чудо! А если я поставлю так, как у меня всегда стоит? Мне кажется, или сейчас даже как-то у меня FPS... Ну, вы не видите, конечно, но у меня с прорисовкой 4 столько же FPS, как с прорисовкой 8. Хотя, ну, когда мы летаем... А я просто одну фишку замутил, и сейчас я так вроде понял, что действительно разница какая-то есть. Большая даже. Хм... То есть, я не буду говорить, потому что это долго, что я там делал. Но все же, вот я сейчас так посмотрел, то если с тем, что я... Если без того, что я делал, и с тем, что я сделал, очень большая разница. То есть, прибавляется около в 2 раза FPS. И даже когда мы летаем или находимся возле дома, то не так даже глючит, как глючит без того, что я делал. Ни хрена себе, ребята. Прикиньте, я, наверное, выкупил фишку, как сделать, чтобы не глючило. Замечательно. Ну что, ребята, мы прокачиваем нашего рулета. 49 уровень. Ему еще осталось около... Ну, около скольких? 6 уровней, в принципе. Ах, вот эти... Вот эти 45 уровни меня прям манят к себе. Манят к себе. Ребята, какие у меня... Это вторая Блисси, да? Нужно запоминать. Какие, ребята, у меня планы? То есть, в одной серии... Это третья Блисси. В одной серии я хочу показать вам, как делать... Это четвертая Блисси, да? Просто нужно запоминать. Ага, ага, ага. То есть, еще 6 Блисси осталось. В одной серии я хочу показать, как делать, наконец-то, вот эту качалку. Потому что я раньше уже там говорил, что если мы там наберём какое-то определённое количество лайков, то я покажу, как её делать. И, в принципе, потом меня даже люди просили, мол, Лайдисан, сделай, пожалуйста, качалку, потому что нам интересно. Она, если честно, очень простенько делается, и я потом вам покажу, как её можно сделать, но это будет у нас чуть позже. Чем мы займёмся в этой серии? У-у-у-у! Ну, ребята, давайте-ка мы сделаем стенд крыльев. То есть я уже очень давно хочу их сделать, но никак, 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 никак не соберусь. А есть ли у нас кожа? Ра-ра-ра-ра-рам, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ещё раз пробегусь быстренько, чтобы потом не говорили, что вот, мол, Лайдисан слепой. Нет, ребята, у нас нету милтанки. Будем сейчас тёлочек искать. Милтанки это же как бы коровушка. Ребята, мы, короче, идём в поиски тёлочек. Сейчас мы каждому с вас по тёлочке найдём. Кожу срубим, прям как разговор какого-то маньяка, нафиг, кожу срубим из тёлочек. Но всё же, давайте, ребят, поищем. Я уже даже легенд не ищу. Я знаю, что сейчас возле меня тут заспавнится Райкоу. Хотите видеть? Хотите? Думайте я вам рублю, смотрите. Один, два... Ну ладно, ну сейчас не заспавнится. Но когда-то заспавнится. Уже не сэлэби, никто другой не будет спавнится, я это уже знаю. Но Райкоу, Суйкун. Нам ещё очень долго будут парить мозги, как я понял. А у меня случайно не написывали, чтобы покушать, потому что хоть какое-то разнообразие. Ребят, я постараюсь в следующих сериях уже достроить наш ресторанчик. Почему я его ещё не достроил? Потому что кто смотрит параллельно Рекорд Ворлд, то вы могли заметить, что я там прям охренеть, какое большое здание строю. Если честно, то у меня даже нет времени, чтобы строить что-то в моём одиночном летсплее. Потому что всё время уходит на постройку на том сервере. Мы параллельно ещё даже еду себе добываем. Но, как видите, кожу не очень мы много можем добыть. Так как кожа практически не выпадает, а только хапчик выпадает. Но всё же, ладно. Пусть пока, точнее пока мы ищем милтанков. Опа. Я бы туда пошёл, но я очень боюсь, что... Меня там залагает из-за музея. И фпс-ки просядут. Не хочу туда идти, ребята. Я извиняюсь. А они что... Ух, вы дрочуны между собой. И ребята, смотри, две тёлочки дерутся. Это нужно видеть. Это нужно видеть. Но всё же, давайте быстро, быстро, быстро. Ребята, я услышал вас. Я сидел, думал, читал ваши комментарии. Конечно же, я читаю ваши комментарии. Даже любые там банальные там с агрессией, с советами, с критикой. Ребята, любой ваш комментарий я сижу и читаю. То есть я пролистываю все комментарии на прошедших сериях там. И просто смотрю, кто что писал. То есть я читаю любой ваш комментарий. Вот ты сейчас меня смотришь, например, ты там написал, может, 20 серий назад. Я тот комментарий 100% прочитал, потому что я читаю все комментарии. И я так понял, что около, ну, сказать около 70, ну, где-то 80% всех людей, которые меня смотрят, 80% хотят, чтобы мы заменили капитана. То есть давайте пройдёмся по нашим капитанам. Первый капитан у нас был Свампер, которого мы, к сожалению, не докачали до сотого уровня. А он у нас остался, ну, около 75 уровня. Второй капитан у нас был Гру Доша, который остался тоже где-то около 80 уровня. И сейчас у нас, ребята, капитан Лукарио, которого мы уже сумели прокачать к сотому уровню. Это круто. Мы убили одного мел-танка и сразу на глазах заспамился другой. Только вы видите, что он немного, не знаю, накуренный какой-то. И я вас, ребята, услышал. Четвёртым капитаном у нас не будет драть час. Я просто так смотрю, ребята, не залагал ли весь мир. Просто, знаете, как-то странно вот этот мел-танк себя ведёт. Вот смотрите. А попаду ли я на... Ну, значит, мел-танк залагал, а не мир залагал. То есть, ребята, я вас услышал. Многие мне писали и около 80 всех людей, которые меня смотрят, проголосовали, точнее сказали мне. Попросили даже, чтобы следующим капитаном у нас был не Дратини, то есть не Дратини, не Драгонэйр, не Драгонайт. А чтобы следующим капитаном у нас был... Кто? Как вы думаете, кто? Не, не угадайте. Конечно, ребята, Глейскор. То есть, мы возьмём Глейгора, сделаем себе Глейскора. И многие просили, чтобы я наконец-то сделал его капитаном. То есть, Мэджикар Гулди, но Гулди у нас тоже есть. То есть, вместо, 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 вместо Драгонэйра, которого я хотел сделать, чтобы я сделал себе капитаном Глейгора. Потому что многие просили, то есть, Дратини это банально. дратине делают то есть многие люди делают дратине капитаном команды то есть дратине это как-то банально все будут знать что и как он там будет делать то есть лучше сделай углы было и скоро то есть он ничем не хуже чем тратине то есть он может даже течет в какой-то степени лучше он красивее потому что ребята ну согласитесь до сих пор еще не поменяли текстурку для драгоны для драгона это и он выглядит ну прям мягко говоря говном ну извиняюсь трагины там не в обиду но он действительно выглядит не айс аглайскорта это же голой скор то есть прям красиво выглядит я с вами согласен игл игра красиво выглядит и глаз кор красиво выглядит аглайскор еще намного красивее выглядит поэтому мы наверное ребята я тут сейчас брожу просто жду бешарпов от 1 То есть, наверное, да, я вас услышал, ребята, и, наверное, следующий капитан у нас будет Глейгор, и потом мы прокачаем его Глайскор, и следующим капитаном у нас будет Глайскор. Какие плюсы? Это не банально, потому что Глайскор, ну, классный покемон, да, то есть, плюсы классные, он красивый, это не банально, там, не какой-то Черезард, не Свампер, не какая-то Легенда, не Драгон Найт, как все его делают. А мне еще кто-то, Глайскор, и это действительно даже мне интересно, каким он будет капитаном, потому что я сначала даже, если честно, думал, что, ах, какой нахрен Лукарио, Лукарио даже на одну планку с Грундошей не станет, то есть, Грундоша там всех тачит, какой нафиг Лукарио? И все-таки я вас послушался и взял Лукарио, и честное слово, что Лукарио ничем не хуже тащит, чем Грундоша, даже в какой-то степени, даже лучше, потому что он просто, ну, крутой. И вид у него крутой, но это же Лукарио, но посмотрите, какой он крутой, только он у меня что-то невидимый, какой-то. Поэтому действительно, ребята, наверное, мы возьмем Глайгора, если вы рады, то запилите большой лайк, потому что, ребята, я вас услышал, и действительно, следующим покемоном будет тот, какого вы выбрали, то есть, захотели Глайгора, Глайскор, держите, ребята, специально для вас сделаю. А Дракини, ну, может еще успеть до конца сезона у нас побыть капитаном, там, через пару серий, например, да? Ни хрена себе, сколько Бешарпа, ты что, издеваешься, нахрен, какие-то призраки? Ребята, валим с этого места, оно мне не нравится, ух, там какие-то призраки бегают, бродят ночью, не пройти, не проехать. Опа, это кто у нас там? Легендарный Босян, да. Иди сюда, толстожопик. Иди сюда, квадратная жопа. Не, ну, в принципе, мне кажется, было бы круто, если бы создатели Пиксельмона сначала обновили текстурки всем... Так, ага. Если бы они сначала обновили все текстуры, а потом уже, как бы, добавляли там кучу легенд, у которых забаган спаун, которая не спавится, а других легенд, наоборот, тем же самым забагали, да? И, в принципе, да, можно сказать, круто, что они добавляют новых покемонов, но также было бы круто, если бы они в то же время изменяли текстурки старым покемоном. И вот, ребята, эволюция рулета нашего долгожданного, 54 уровень, ты охренел просто. И мы его прокачаем до 55 уровня, даже если успеем, то, может, за эту ночь его уже докачаем, и, наверное, мы его выложим и возьмем нового покемона. Точнее, мы возьмем Глэйгера, потом, когда он будет уже более-менее так вырубать всех подряд, мы его заменим на Лукарио, эволюционируем Глайскора, и тогда он уже станет новым капитаном команды. Бравьями. Ну что? А у рулета только одна эволюция или две? Да вашу ж мать! Опа, хренакс, поменял быстренько. И потом, были мы дальше убивать наших Бишарпов. Бравьяри, ну, в принципе, я не знаю, если честно, ребята, то есть, щас, 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 дайте уже вот этого убью. Поке-хилл, и вот бравьяри, ребята наши. Я не знаю, честно, есть ли у него еще одна эволюция у рулета нашего. Фиг его знает, честно, ребят, я как-то даже забыл. Ой, не тебя я хотел кинуть. И в Дан Спенса же тоже нет эволюции, мне тоже многие сказали, что у него нет эволюции. А смотри, охренеть, смотрите сколько Бишарпов, то есть они прям нам, знаете, какой-то подарок делают этой ночью. Как-то двухсмысленно прозвучало, подарок этой ночью. Ребят, мы тут покемонов нахрен соблазняем, то Бишарпы нам подарки ночью делают, то мы телочек цепляем. Ну ладно, не об этом. Мы пойдем, мы попадем, я надеюсь. Опа, Дан Спенс, 50 уровень, замечательно, его уже можно... Опа, опа, в... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Бишарп, я вижу, ты очень стремительный, но в космос ты никак не улетишь. А я вижу, что он очень пытается, мудак. Ребят, давайте избавим его от страданий. Он, у него жопа, прям чешется куда-то в космос полететь, но у тебя, к сожалению, это не получится. Но ему похрен, вы видите, что он прям какой-то мудак. Ребят, это место какое-то нахрен. Не хочу я тут оставаться, видите, тут призраки всякие, нахрен, всякие. Летают туда-сюда, там прыгают, хрень его знает, ребят, лучше уходим отсюда. А у нас, друзья, у нас есть, это я помню, миллион процентов, даже тут написано, вот, сверху, что он есть. Но прокат, точнее, но шайни ли он? Да иди ты в жопу, не видим. Слушайте, ребята, я могу... Смотри, что это за хрень, а? Ребята, высвободите меня отсюда. Я не знаю, что это за хрень тут творится. Охренеть. А, бровиарь, бровиарь, бровиарюшка. Главное, не перекачая на 56 уровень. Замечательно, 55. Ой, залагало. Так, опа, 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 так. Так, ну что, ребята, Дан Спенса мы прокачали. Мы прокачали также рулетика нашего. И сейчас на очереди у нас стоит Бишарп. То есть ему осталось 3 уровня. Бишарпушка, я прошу прощения, но, наверное, мы тебя будем прокачивать на твоих собратьях. Да, будем их убивать, но, извиняюсь, такая аж твоя судьба. Будешь биться против своих собратьев. Но, эти, это не, это долго будет, эти чудаки. Хотя, сейчас друг друга, ну, может, быстренько допинают, я надеюсь на это. Пожалуйста. Пожалуйста. Замечательно. Иди сюда, голубушка, я тебя приручу. Маркрофт. Можно, можно, можно. То есть уже утро, уже сейчас Бишарпы начнут пропадать, а профукивать босса как-то не хочется. Кстати, где он? Я его как-то не очень вижу. Ребята, вы его видите, я пока что нет. О, вижу, вижу, вижу. Найди ты нафиг. Так, сейчас, где он? Где он? Так, ребята, зеленый босс посередине леса. Охренеть, это прям так заметно. Очень заметно. Черешбол. Ну, норм. Так. Кто там мюкает? Идем, проведаем нашего Селеби. Да? Проведать Селеби. Самая худшая идея, которая только и существует. Хотя, почему Селеби? Самая худшая идея, это проведать там Энтея, или Ругию, или Кеогра. Это вообще паскуды вот эти, хрен спавнится. Ну что, я просто еще хочу проверить, действительно, работает ли мой вот этот способ. То есть, убрал ли он полностью лаги. А как мы можем это проверить? Сходить быстренько... Ух, ни хрена себе. Сходить быстренько в... Ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву... Рарбос, рарбос. Вы охренеть мне, выбор какой-то предоставляете непонятный. Если ты еще будешь... Ну, ты, в принципе, будешь в земле, да? Но все же. Ну, к тебе копаться еще долго. Я не хочу к тебе копаться. Иди в жопу. Ну ладно. Так уж и быть. Опа, опа, опа. Я надеюсь, ты не пропадешь. Я же выбрал тебя, зараза. Юдут, я же выбрал тебя. Если ты сейчас пропадешь, я на тебя обижусь. Пойду убивать всю твою семью. Ну, точнее, всех твоих джио-дудов, которые находятся где-то там в пустыне или там ночью в горах. А, смотри, какие они охрененные. Я сейчас куда-то в лаву упаду, да и все. Мы находимся... Ага. Хрен мы находимся. Какой-то... Даже нереактивный ранец. Так. Где-то, где-то он тут прячется, ходит, бродит. Где-то вот тут. Вот. Ху. Пожалуйста. Не пропадай. Мы... Ребята, мы же его просим, чтобы он не пропал. Потому что, если ты пропадешь, идешь в жопу сразу шакал. Ух. Шейдеры тут можно выключить. И так, ни хрена не видно. Зачем еще и шейдеры? Вообще, ни хрена видно не будет. Опа. Вот и ты, наш дружок. Хрена к тебе по морде. Не умер? Ладно. Хрена к тебе еще раз по морде. Еще раз по морде. Ты какой-то живучий шакал. Ну, да так. Так, конечно, мы тебя сутки бить будем, если ты еще хилиться будешь своим рестом. Пожалуйста, одна плюшка. На по морде. Что там выпало? Опа. 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 Замечательно. Ой. Ты. Ты. Где мы вообще? Охренеть. Вот ты прям идеальное место нашел, чтобы заспамиться. В какой-то маленькой комнате. Так. Как я это... Вот так. Нет, ребята. Как вы видите, в этом сезоне, к сожалению, нам не везет. Вообще ни на каких легенд. Поэтому я даже не знаю, ребята, что с ними делать. Просто может послать их нахрен как подальше и все, и просто забыть. Мне кажется, самый оптимальный вариант. Потому что другого путя я, к сожалению, не вижу. Только послать этих легенд. Ну ладно. То есть... Крылья. Точно. Хотя бы чуть-чуть. Потому что я в этой серии вообще-то крылья собирался делать. Но, как вы видите... Ну... Мягко говоря, не сделал вообще. Это у нас Босяндра. Кто это? Майнон. Ох, ультимейт босс. Ни хрена на себе. А, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Пожалуйста, не перекачай нашего бишарпика. Ему осталось только два уровня. Ребята, мы же просим майнуна. Не перекачай. Ты же очень хороший, майнун. 140-й уровень. Так, ла-ла-ла-ла-ла-е... А, он даже ему уровень не качнул. Охренеть. Ла-ла-ла. Я даже не надеюсь. Какой нахрен экспрешер? Ребят, вы что, издеваетесь экспрешер в этом сезоне? Я смеюсь вам в лицо. Никакого экспрешера не будет. Все, забудьте. Не надейтесь даже. Чтобы не говорили, что, мол, Эдисон там, варяга там, забыл выкинуть вещи, то вот... Один. Два. Три. Замечательно. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Ахрен. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять. Десять. Восемь. Девять. Десять. И вот эту хрень тоже можно выкинуть. Ну, ладно. Дайте мне... Я сейчас с ума сойду с этими невидимыми хренями какими-то. Идите уж. Ну, сейчас уже нет. Хрень какая-то, а. Прям какая-то специфическая хрень. Непонятная какая-то сверхъестественная сила нафиг тут бродит. Пятая Блисси. Шестая Блисси. Не перекачай, я тебя умоляю. Седьмая Блисси. Замечательно. Восьмая Блисси. Ух, сейчас куча уровней будет. И у нас еще две Блисси, ребята, осталось. Сейчас мы быстренько их запиндюрим. И пойдем, 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 пойдем. Сделаем какие-то крылья. Ну, да, в принципе, стенд крыльев хотя бы какой-то маленький. Опа. Как раз большой уровень. Опа. Еще одна Блисси. Увидим какой там хотя бы оптимальный такой уровень. 42-й, 35-й. Вот как раз наша последняя Блисси в этой серии. Последняя Блисси и как раз последняя эволюция в этой серии. Замечательно, замечательно. Ну что, ребята, тогда следующего покемона мы берем Глайскора. Глайгера, точнее. Не Глайскора, Глайгера. Это же первая эволюция. И, в принципе, вместо Бравьяри, вместо Бишарпа. Ух, сейчас мы трех новых покемонов возьмем. Охренеть, ребята. Бастиудон. Давайте как раз на этого красавца посмотрим. Вот он. Ну, в принципе, да. Там еще осталось ему 9 уровней прокачать. Или мы фосил качаем до 50-х уровней, где-то так. И потом наша любимая Анжелочка осталась. Анжелочку мы будем качать в последнюю очередь. Это же Анжелочка. Так. Ну что? Ну что, ну что, ну что, ну что? Выкладываем. В первую же очередь Дан Спенса мы выкладываем вместо Глайгера. Наш любимый Глайгер, 14 уровень. И дальше, кто у нас дальше по списку идет? Бравьяри у нас идет вместо, 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 вместо прокачан. Ну, а Рудакеля я не хочу. То есть, в нашей команде уже есть. Фосил Покемон, зачем брать еще одного, да? Ну, пускай будет Нидуран Фэмэйл. И вместо Бишарпа, ну, Арчен, Рудак, или это в следующие команды, как шайни пойдут. Суйкун. Ну, пускай будет, пускай будет Сиваду. Замечательно. Ну что, ребята, делаем крылья. Что там еще осталось с нашим крыльям? Давайте, чтобы... Ага. А, нет. Эти у нас крылья уже сделаны. То есть... Ага. То есть, железные крылья уже полностью сделаны. А тут нам что еще нужно? Нам еще леггинсы нужны. И также... Ботиночки. Но, к сожалению, в этой серии мы это не сможем сделать. Потому что нам еще нужно... Нам еще нужно ботиночки сделать. А хотя, смотри... Сейчас, стенд крыльев. Ну, давайте уже в следующей серии. Хотя нет. Сейчас, смотрите, ребята. Я просто сейчас сижу и вспоминаю. Есть ли у нас не железо, а есть ли у нас золото? Есть. Замечательно. Я надеюсь, этого хватит. Можно выложить, можно выложить, можно выложить. Замечательно. Это ставим мы сюда. Это ставим мы сюда. Это мы уже забираем. Это ставим мы сюда. И больше у нас ничего нет. А яички можно жарить. То есть, у нас же мод на еду стоит. Но, в какой-то степени, мне кажется, можно жарить. Но... Нет, вот тут нельзя. А хотя... Нет. А прикиньте, если бы можно было. Был бы круто. Но нет, с этим модом даже нельзя жарить. Вот там басяндра. Ну, ванкоман, не хочу. Ну что, ребята. Делаем наши... А как там крылья делаются? А, я забыл. Как там крылья делаются? Давайте быстренько посмотрим. Флай. Флайф. Нет. Флай. Фл. У-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Ага. Ух. Ну тут еще кожа нужна. Я только что последнюю кожу профукал. Ладно. В этой серии тогда мы уже больше ничего не будем делать. То есть, хватит уже на эту серию. Ребята, не забываем то, что через несколько серий у нас будет... Выкидыш. Выкидыш. Откуда это вообще в мою голову прилетело? Но мы будем выкидать людей с музея. Давайте, пока я буду разговаривать, мы полюбуемся нашим следующим капитаном команды. Глэйгер. И, ребята, через несколько серий мы будем выкидывать людей, которые перестали уже комментировать, вон с музея. И будем добавлять около 10 или даже 15 новых людей, которые продолжают комментировать, которые комментируют. И, в принципе, за это даже им большое спасибо за то, что они остаются, за то, что они не уходят. И, действительно, за это вам, ребята, отдельное спасибо, что вы не уходите, продолжаете комментировать. И комментируете не для того, чтобы просто попасть в музей, а чтобы меня порадовать, высказать свое мнение и в какой-то степени даже мне помочь вашими советами. Поэтому, ребята, если вы хотите попасть в музей, но еще не комментировали, никогда не поздно начать. Я вас замечу, добавлю свой списочек и потом в какой-то определенной серии, то есть каждые 10 серий мы добавляем людей в музей. Я вас добавлю и вы увековечитесь в этом сезоне навсегда. Ну, как навсегда, до конца сезона, да, и ваше имя будет в музее. Хотя даже как навсегда. Если вы перестанете комментировать, значит вы вылетите, но все же. На этом, ребята, мы заканчиваем. С вами был Эдисон. Не забываем ставить лайки. Если мы набираем 500 лайков на этой серии вот прямо сейчас, сегодня выходит сразу же новая серия. То есть до 2 серии в день могут выйти прямо сейчас. Все зависит от вас, если мы наберем 500 лайков. На этом, ребята, мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok